Всем привет, с вами Игорь. Сегодня в этом видео покажу, как я придумал заменить вот эту вот лампочку. Это у меня подогревался компрессор теплового насоса. Вот такой вот лампочкой. О, стояла она, сейчас покажу где. Вот здесь вот она стояла. О, под компрессором. Вот там вот такой ниша. Вот, и подогревала компрессор, когда он не работал. Потому что у меня веранда холодная. И ему требуется небольшой подогрев, чтобы в нижней части масла, в нем не было жидкого фреона. Вот, для чего это надо, я там рассказывал. Кто первый раз смотрит мои видео, вот это, там у меня есть на канале серия видео, как сделать вот такой вот самодельный тепловой насос. Очень подробная серия. Там все понятно, смотрите, там я рассказываю, для чего этот подогрев. Вот, а сегодня я показываю, почему я решил от этого подогрева не то, что избавиться, заменить эту лампочку на кое-что другое. Потому что у меня уже вот этих вот лампочек, сейчас я покажу. Вот уже сколько их насобиралось, видите, да. За два сезона они вообще такие какие-то ненадежные сейчас эти лампочки. Вот, ну вообще никуда. Примерно раз в месяц лампочка выходила из строя, сгорала. Вот, приходилось раз в месяц вот это вот откручивать одну ногу компрессора, менять эту лампочку, запихивать назад, обматывать опять теплоизоляцией. Вон она в углу стоит, я ее снял пока что, летом он не работает. Вот, а теперь я, что я придумал заменить. Купил я вот такой вот шнуровой электронагреватель, низкотемпературный, напряжение 220, мощность 30 Ватт, длина 4 метра, диаметр 3 миллиметра. Ну вот так вот он подключается. Тут можно ее применять, вот тут по-всякому, овощной термостат, террариум, инкубатор, технические задачи какие-то другие. Ну тут разные варианты, инструкция. Ну получается тут 8 Ватт на метр. И рабочей температурой на поверхности до 60 градусов. Вот, плотный контакт должен быть с обогреваемой поверхностью, с помощью, например, липкого алюминиевого скотча. Вот, ну тут в воду только не надо ее опускать, не греть в воду. А так, в принципе, можно много вариантов. Ну такая универсальная штукенция. Вот, почему я решил этот кабель купить? Вот тут такое с виду. Два контакта, я ее уже и проверил. Все, он греет. Вот такой кулечки, тут такая как бы коробочка контактная. Подключаешь, скручиваешь, тут все в комплекте есть. Стоит он что-то, я уже не помню, или 30 гривен, или 40. Что-то, ну, недорого. Но получается, этот ремешок, кабель вот этот, он намного дешевле, чем специальный ремешок. Есть специальные такие ремешки, зимний комплект, так называемый, для кондиционеров. Это для работы зимой в режиме теплового насоса, в режиме нагрева. Вот, на нормальных кондиционерах там ставят такие ремешки. Тоже обматываются нижнюю часть, вот этот вот картер, где вот здесь вот снизу масло стоит, вот здесь его надо подогревать. Вот этот примерно, вот эта вот часть. Вот, но этот ремешок специальный, заводской, он что-то там больше 300 гривен стоит. Поэтому я его решил не покупать. А тут подвернулся вот этот вот кабелек такой. Я уже живу, по-моему, 40 гривен он стоит. Вот, там на сайте я его брал, где тены, воздушные, водяные у них тены, электроконфорки. Там у них огромный выбор всяких тенов. И вот там был такой вот ремешок. Я его думаю намотать на вот эту вот нижнюю часть компрессора, частично, и на докипатель. Вот, на вот это тут сзаду видно, да, докипатель. Там, метр на докипатель, наверное, где-то намотаю. И остальные 3 метра на сам компрессор, нижнюю часть, чтобы он подогревался. Вот такой вот лайфхак решил с вами поделиться. Вот так, ну, недорого и просто, лампочка, это плохой вариант был. Я к этому уже дошел, так сказать, понял это, что этот вариант не годится. Они горят, их неудобно менять, это совсем ненадежно. Еще хотел еще сказать, если бы я сейчас собирал свой тепловой насос, ну, может, кто-то будет делать, я бы увеличил на один размер вот эти вот трубы медные. Входная, выходная. Ну, на один размер больше. Там какие следующие идут по величине, в сторону увеличения. Вот на этот размерчик я бы их увеличил. Ну, что трубы много. Вот здесь вот в полиэтиленовой трубе у меня вот такая вот идет. Ну, вот такая у меня сейчас стоит труба, вот в этой, в испарителе. А я поставил бы вот такую, если бы сейчас сделал. Ну, немного толще оно видно, да? Вот, что я так сразу не сделал? Ну, что боялся, там, наслушался, начитался, типа, возврат масла будет плохо проходить. Ну, чем больше диаметр трубы, тем меньше, понятное дело, скорость парообразного фреона в этой трубе. Соответственно, это масло, оно в жидком фреоне, оно растворяется, оно двигается нормально по трубам в жидком фреоне. Но, когда фреон испаряется в испарителе и превращается в пар, масло не испаряется, масло остается жидкое всегда. То есть, пар фреона, фреон испарился, улетел в трубе, а масло осталось. Но, масло, оно продолжает двигаться в трубе из-за высокой скорости от этого парообразного фреона. Ну, это примерно 8-10, а может быть, даже и 12 метров в секунду, в секунду двигается пар фреона в медных трубах. Пар фреона, не жидкость, жидкость медленнее. Поэтому, он масло тянет за собой, в любом случае тянет. Оно как бы тянется по стенкам трубы, вокруг так откладается, и такой пленкой тянется, тянется в сторону компрессора по движению от этого парообразного фреона из-за высокой скорости этого фреона. Бояться невозврата масла надо, если у вас будут высокие, вертикальные, длинные трассы. То есть, это будет вертикально, где-то 2-3 метра, 4-5 метров надо проложить медной трубы, того же испарителя, в основном испарителя. И то, там эта проблема тоже решается, делаются просто на медной трубе такие, как бы, петли, масло подъемные, масло, собирающие петли, потом оно дальше двигается, и там это тоже решается. Вот. На таких установках, когда оно все вместе, все куча, нет длинных вертикальных трасс, вот, этого невозврата масла бояться не надо, оно никуда, оно всегда будет возвращаться в компрессор, поэтому можете спокойно ставить себе более толстые трубы, ну, на размерчик можно больше, чем надо, чем надо. Вот, например, там посмотрели, кондиционер, да, там он соединяется, наружный и внутренний блок, такими-то трубами, там, до конденсатора такая-то идет, труба обычно тоньше, до испарителя такая-то. Вот, на размерчик больше взяли, вот, чем они там, завод советует и делает, потому что, завод, он, как вы знаете, производитель любой, он всегда старается сэкономить, всегда, там каждый сантиметр меди, каждый кусочек провода, это все удешевляет производство, так что они вам толще точно не поставят, даже оно если и лучше будет, они вам поставят минимально необходимый, необходимый минимум диаметра, поэтому для самодельщика я бы советовал лучше поставить более толстый диаметр трубы, чем надо, чтобы уменьшились гидравлические потери, компрессору будет легче, производительность вырастет, одни плюсы от этого будут, одни плюсы. Вот, вот про это я хотел сегодня рассказать, ну вот, если у кого-то остались какие-то вопросы, есть вопросы, там, ну, там, у меня видео есть, как сделать этот тепловой насос, если кто-то первый раз это видео смотрит, посмотрите сначала, там у меня 9 или 10 серий по тепловому насосу, как его собрать, там я останавливаюсь отдельно на каждой детали, на каждом узле, как это все собирается, подбирается, рассчитывается, все такое, если что-то будет непонятно, спрашивайте в комментариях под видео любым, я буду отвечать, насколько знаю это все. Все, всем пока, до следующих видео.